Всем привет ребят, с вами Горек и сегодня вы узнаете что такое коллекционные карточки стим, как их фармить без особых усилий и что самое главное как на этом можно заработать. Вы давно просили меня сделать подобное видео, поэтому буду благодарен если поддержите его своим лайком, подпиской на канал и комментарием в тематику видео. Кстати среди тех кто выполнит эти простые действия я проведу небольшой розыгрыш на пополнение вашего баланса стим. Победитель будет выбран случайным образом когда это видео наберет 1000 лайков, так что желаю всем удачи и приятного просмотра. Хочешь купить интересующую тебя игру, а на балансе твоего аккаунта по нулям, не стоит переживать, ведь на помощь приходит сервис донатов нет, благодаря которому пополнить свой баланс можно быстро, выгодно и безопасно. Для этого потребуется просто ввести свой логин стима и нужную сумму, а после оплаты как видите деньжата успешно доставлены на баланс моего аккаунта. Кроме того донатов нет также предложат вам карты пополнения для популярных регионов и сервисов на любой вкус, в том числе и мобильных игр прямо по твоему айди. После недавнего обновления комиссия на пополнение стима у донатов нет достигла 14%, что является самым выгодным предложением на рынке. Поэтому проходи регистрацию по моей ссылке и получай 5% скидочный купон на первую покупку. Ну а для любителей халявы также рекомендую посетить их группу вк, где проводятся еженедельные розыгрыши, так что все нужные ссылочки найдете в описании. Как указано в самом стиме коллекционные карточки это виртуальные карточки, которые выпадают во время игры и добавляются в наш инвентарь стима, после чего их можно продать на торговой площадке стима, а если у вас довольно большая библиотека игр с карточками, то это вполне может позволить вам купить какую-то инди игру, либо более масштабные проекты на распродаже. Всего есть два типа карточек, это обычные и металлические, которые в свою очередь стоят дороже, но и выпадают гораздо реже. Зайдя прямо сейчас в раздел значки, вы можете проверить в каких играх вы можете получить эти самые карточки. Но также стоит упомянуть о том, что не каждая игра стим содержит в себе коллекционные карточки и в большинстве случаев их наличие зависит от самих разработчиков. Поэтому если вас интересует какая-то конкретная игра, вы можете проверить ее страницу в стиме на наличие пункта о коллекционных карточках. Довольно часто на просторах интернета проводится раздача ключей стим от различных инди игр, в которых как раз таки присутствуют коллекционные карточки. Поэтому если вы не хотите пропускать подобные новости, обязательно заглядывайте в мой телеграм канал, ссылка в описании. Несмотря на то, что полученные карточки можно продавать, многие пользователи направляют их в прокачку уровня стим, скрафтив значок, что позволит увеличить количество слотов для новых друзей, а также красиво украсить свой профиль стима. Каждый значок требует разное количество карточек для крафта. Минимально это 5 карточек, а максимально 15. Но и это еще не все, ведь получить можно лишь половину карточек из набора. Например, у игры The Thinking City этих карточек 8, а получить можно лишь 4. Остальные же карточки предстоит докупать на торговой площадке или обмениваться с друзьями и другими пользователями стима, которых например можно отыскать в группе коллекционные карточки стим. Собрав весь набор карточек и скрафтив значок, мы получим 100 опыта к уровню аккаунта. Смайлики фон профиля созданы для этой игры, а также бесполезный купон на скидку, поскольку в большинстве случаев они выдаются на какую-то ноунейм игру. Так что если планируете массово крафтить значки, делайте это во время зимней и летней распродажи, ведь тогда вместо скидочного купона нам будут выдавать карточку распродажи. На данном этапе я надеюсь вы уже поняли, что такое коллекционные карточки стим и для чего они нужны. Поэтому давайте расскажу про самые популярные и безопасные программы для фарма карточек. Какую из них выбирать решать уже вам, поскольку каждая из них обладает своими плюсами и минусами. Но перед этим отвечу на один из самых важных вопросов, можно ли получить вакбан или другой вид блокировки за фарм карточек. Лично я подобным занимаюсь еще с пятнадцатого года и как видите с моим аккаунтом все в порядке. Что же думает сами Valve о вышеописанных манипуляциях не понятно, но если так задуматься мы не делаем ничего противозаконного. И все эти программы работают путем имитации запуска игр в нашей библиотеке стима, подобно тому если бы мы играли в них по-настоящему. Так что по этому поводу можете не переживать. Также чуть не забыл упомянуть о том, что получать карточки можно лишь на аккаунт, у которого открыта торговая площадка, то есть было задоначено минимум 5 долларов в стим. Ну а первая программа для фарма карточек называется Steam Achievement Manager. Ее основной функционал, как вы наверно уже поняли из названия, завязан на достижениях. Проще говоря она дает возможность добавлять или удалять любые достижения в играх, которые находятся в вашей библиотеке. Первым делом запускаем приложение стима, после чего скачиваем программу, распаковываем в удобную для нас папку и запускаем. В появившемся списке находим игру, с которой нам могут выпасть карточки и оставляем открывшееся окно пока они не выпадут. Подобную процедуру нужно будет проделывать с каждой игрой и согласитесь, что это очень долго и неудобно. Поэтому если вам важна автоматизация и приятный интерфейс, идолмастер то что вам нужно. Как только скачали и запустили программу, рекомендую заглянуть в настройки и сменить язык интерфейса, а также по желанию можете настроить другие интересующие параметры. Далее для того, чтобы программа начала фарм карточек, нам потребуется запустить приложение стима и авторизоваться заполнив данные аунтификации. Для этого в браузере заходим во вкладку сообщества и нажимаем клавишу f12, после чего заходим в application cookies и находим здесь нужные нам данные, а именно session id и steam login secure. Копируем их и вставляем в программе, после чего идолмастер начнет проверку и непосредственно фарм карточек. Следующий способ тоже довольно удобный и работает прямиком через наш браузер, а именно сайт steam level up. Он существует с 16 года, так что о его надежности можете не переживать. Ну а для того, чтобы начать фарм карточек нам нужно авторизоваться через стим и установить их расширение steam level up card factory. После чего нажимаем в нем на кнопку выбивать карточки и у нас должна открыться следующая страница, где нас встречает довольно приятный и что самое главное понятный интерфейс. Как видите у меня доступно 12 карточек и для того чтобы их зафармить мне потребуется примерно 5 часов. Но не стоит забывать о том, что каждый разработчик вправе сам настроить интервал выпадения карточек, которые после фарма кстати можно передать на сайт steam level up и получить за них готовые наборы карточек для повышения уровня в стим. Думаю кому это интересно разбирайтесь уже сами или же если вы очень сильно вопросите, то могу сделать отдельное видео про этот сайт. Как видите фармить карточки можно по разному, даже через мобильный телефон, используя приложение идолдэдди, про которое я кстати делал отдельное видео, можете посмотреть его по подсказке сверху. К сожалению разработчик перестал обновлять свое приложение и если прямо сейчас нажать на кнопку запустить фарм ничего не произойдет, но если зайти в раздел игры и выбрать нужные нам проекты вручную фарм карточек все же запустится, так что пользуйтесь на здоровье. Ну а последней на сегодня программой для фарма карточек будет Archie steam farm, которая может фармить карточки сразу с нескольких аккаунтов, а также работает без запущенного стима. Первым делом что нам нужно сделать это скачать непосредственно саму программу, распаковать ее в удобное для нас место и запустить файл config generator. Далее переходим во вкладку бот и даем название аккаунта, например основа. Далее вводим логин и пароль от стима, а также если у вас есть родительский контроль, то цифры от него. Обязательно тыкаем на эту галочку и открываем расширенные настройки. Если вы не хотите подписываться на группу Archie steam farm, то выбираем здесь слово none. Далее листаем в самый низ страницы, а именно до пункта о статусе аккаунта. Чтобы не беспокоить друзей различными уведомлениями, рекомендую выбрать режим оффлайн или невидимку. Теперь скачиваем файл, закидываем его в папку config и запускаем Archie steam farm. После чего приложение должно войти в наш аккаунт стима и запросить код guard для авторизации. Обычно это потребуется лишь при первой авторизации. Для того, чтобы использовать Archie steam farm в более дружелюбном интерфейсе, запустите вот этот файл. На самом деле ASF обладает обширным функционалом возможностей. И я рассказал вам лишь про фарм карточек с одного аккаунта steam. А если же вам нужно настроить несколько аккаунтов и использовать между ними команды по отправке трейдов с карточками, активации ключей и тому подобных вещей, то можете ознакомиться с подробной инструкцией на странице, где скачивали программу. Я же затронул несколько важных моментов касаемо полученных карточек. А именно о том, как их быстро продают на торговой площадке стима с помощью расширения для браузера под названием steam inventory helper. Устанавливаем его и заходим в настройки. Можете поставить их как у меня, или же настроить как вам удобно. Далее переходим в наш инвентарь, фильтры и выбираем здесь пункт можно продать. Теперь выбираем нужные нам предметы или сразу всю страницу и жмем перейти к продаже. Сверху справа сразу же начнется подсчет суммы, которую мы получим с продажи этих карточек. Для того, чтобы не делать это вручную, переходим в раздел автопродажа. Ставим флажок, который будет продавать предмет на одну копейку дешевле текущих предложений на рынке и по сути начинаем продажу этих карточек. Если у вас подключен мобильный аутентификатор, то в редком случае потребуется подтверждение продажи. Обычно карточки скупают довольно быстро, но если все же этого не происходит, вы можете удалить их с продажи или скорректировать цену. На данный момент в стиме доступно более 30 тысяч игр и это число постоянно растет, но при этом гитопроекты все же покидают площадку из-за различных нарушений. Если в удаленной игре присутствовали коллекционные карточки, то их больше не получится продать на торговой площадке. И вы спросите, а что с ними тогда делать? Ну во-первых их можно по-прежнему обменивать, а во-вторых их можно переработать на самоцветы. Если вкратце, то это беспонтовая валюта стима, которая завязана на крафте наборов карточек. Но поверьте моему опыту, это крайне невыгодное занятие, поэтому лучшим вариантом будет обменять эти карточки и другой непродаваемый клам на все том же стим левел апп. А полученный баланс можно потратить на прокачку уровня стим или же покупку ключей team fortress 2, которые впоследствии можно продать на торговой площадке стима или попытаться найти покупателя в реальной жизни. Главное только не попадитесь на мошенника. Ну а я напомню, что ссылки на все программы и другие вспомогательные сайты вы найдете в описании, а на этом моменте видео подошло к концу. Если оно оказалось для вас полезным, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкос и напишите комментарий какой способ фарма вам понравился больше всего. А если же вам интересна тематика бесплатных игр и актуальной халявы, тогда рекомендую к просмотру вот это видео.